Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарбер. Здравствуйте. В этом году в столице на пожар и загорание спасатели совершили более двух с половиной тысяч выездов. За это время на пожарах погиб 31 человек. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе пожар произошел в одной из квартир девятиэтажки на улице Платонова. Работники МЧС из горящей комнаты спасли 55-летнего хозяина. С отравлением продуктами горения и ожогами 50% тела он был госпитализирован. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим. В выходные в одной из квартир по улице Воронянского пожар случился из-за детской шалости с огнем. Загорелся матрас и двухъярусная кровать. Взрослые, находящиеся в квартире, вынесли тлеющий матрас на лестничную клетку. В результате ЧП повреждены обшивки входных дверей и закупчены лестничные площадки 4-го и 5-го этажей. МЧС напоминает – храните спички и зажигалки в недоступных для детей местах. А в случае возникновения пожара незамедлительно звоните в службу спасения по номеру 101 или 112. Минск чрезвычайный. В понедельник спасателям поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Ольшевского. Предположительно из-за поджога неустановленным лицом загорелось домашнее имущество в кладовой комнате. В результате ЧП повреждено имущество, входные и межкомнатные двери, закупчена квартира. В этот же день из-за короткого замыкания электрогрелки произошел пожар и в квартире на улице Луньково. В воскресенье утром на Цнянском водохранилище спасли провалившегося под лед в 150 метрах от берега рыбака. Работники МЧС и освода вытащили его при помощи спасательной доски. С общим переохлаждением 61-летний мужчина был госпитализирован. И это не единственное происшествие в воскресенье. Днем на том же водохранилище утонул 67-летний мужчина. Известно, что он состоял в клубе «Моржи столицы». Работники МЧС обнаружили его в двух метрах от берега. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть пенсионера. Чтобы избежать трагических последствий, МЧС напоминает. Соблюдайте правила безопасности на льду. Минск чрезвычайный. С наступающим всех Новым годом. Чтобы грядущие праздники прошли без последствий, соблюдайте правила безопасности при использовании пиротехники и иллюминации. Будьте внимательны и осторожны на улице и в общественных местах. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.